Правила на все линейки сегодня школьники пришли с букетами цветов, но в Якутске более 500 учеников решили традицию немного переиначить. В столице республики стартовала акция «Добро в руках», к которой присоединились 15 классов из 10 школ Якутска и Намской средней школы номер 2. Ребята вместо покупки цветов учителю пожертвовали деньги на оборудование для развивающей игровой комнаты и реабилитационного оборудования для детей фонда Харрисхал. Подробнее об этом расскажет Саргалана Федорова. Ученики 11-го А-класса городской классической гимназии первыми поддержали акцию и решили отойти от традиций 1 сентября. Вместо значительных затрат на букет учащиеся отдали деньги на помощь больным детям. Учителя все очень положительно, и родители, и учащиеся положительно относились к этой акции. Хочу поздравить всех учащихся, студентов, родителей с Днем Знаний. Пожелать всем успехов, новых достижений, открытий и терпения, конечно. Всех с праздника. Полите добро. В благодарность за пожертвования ребята получили памятные подарки. Шарики, календари и сертификаты об участии. Эта акция не только благотворительная, но и воспитательная. Она дает школьникам почувствовать, как важно помогать друг другу. Очень рада, что многие в нашей школе тоже участвуют в этой акции. И я думаю, что каждый человек должен творить добро, хоть и маленькое, но все равно это добро. Все же совсем без цветов учителя не остались. По одному букету участники акции своим учителям подарили. Ну а если говорить о трендах этой осени, то продавцы цветов постарались угодить вкусам даже самых взыскательных покупателей. Ведь конкуренция подстегивает. Каждый год мода на цветы меняется. Раньше учителям дарили огромные букеты гладиолусов, астер, хризантем. Сегодня в тренде аккуратные композиции самых разных цветов. Альтернатива срезанным цветам – живые цветы в горшочке. Новую акцию поддерживают многие. Но есть и те, кто считает, что не стоит смешивать благотворительность с традициями. Человек должен благотворительность заниматься, может быть, каждый день может заниматься. Может, он кому-то помог, не то что деньгами, а просто с канавы человека поднял. Вот в этом плане благотворительность, я понимаю. Цветы – это доброго сердца людям дарят, да, и абсолютно первое сентября. Это праздник всей страны, можно сказать. Цветы жизни – дети. Больным детям особенно нужна поддержка. Организаторы надеются, что в следующем году еще больше школ присоединятся к этой замечательной акции. А те, кто уже внес свою лепту на благое дело, уверены, что их помощь не завянет, а подарит больному ребенку надежду. Саргалана Федорова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.